Проекты рассказывают об очень серьезной проблеме глобализации, как она влияет сегодня не только на разные народы, но и на самого зрителя. Ведь зачастую западные зрители принимают решение, что в этом мире стоит сохранить, а что стоит утратить. Конечно, в этом проекте, как и во многих других, есть знаковые работы. Например, одна из работ, которая находится прямо за мной, это вот «Малыш с колесом». Вроде бы колесо всегда ассоциируется с прогрессом, символом развития, но в данном проекте это символ такого регресса, который, вроде бы глобализация и прогресс, раздавливает, буквально разрушает культуры малых народов. Конечно, здесь очень много символических моментов, например, как пластиковые шлепанцы, обилие пластика на героях. Еще один из знаковых портретов, это, наверное, узнаваемый портрет Мессии. Проект я снимала с применением живописных приемов и технологий, и это узнаваемый мессия. Раньше мессия была с посохом, сегодня современная мессия должен обязательно обладать автоматом и нести свой крест буквально на лбу. Этот проект не только результат моего творческого высказывания, но и констатация реального положения дел сегодня в малых народах. Например, эта работа обрамлена в такую специфическую раму, которая символизирует прошлое и настоящее. Здесь изображение девушки Пао, они считают себя дочерьми дракона. Дракон мы здесь видим, но сегодня на их культуру оказывает воздействие плоды глобализации западного мира. Появляется пульт от телевизора, потому что это сегодня оказывает очень большое влияние. Появляется Годзилла, появляется Лего, появляются предметы и символы современного времени. И вот наша героиня сегодня находится между выбором, в какую сторону идти, да? Вроде бы находиться все вместе, свое общение означает безопасность. И уйти из этой общины и пойти в большой город – это опасность потерять себя. И вот здесь даже интересно, что героиня продолжает носить вот такой тюрбан, который символизирует колого дракона, но при этом уже в кармане лежит атрибут с сегодняшнего дня – телефон. Проект снимался на трех континентах – в Африке, Мьянме и на Чукотке. Но, несмотря на это, у меня, как у художника, есть своя любимая работа. Эта работа находится здесь рядом. Для меня это «Смуглая Джаконда». И, наверное, каждый зритель узнает в этом образе Джаконду. И самое интересное, в какую сторону вы не перешли бы, она все равно будет смотреть на вас и вот так вот с загадкой улыбаться. И здесь еще очень интересно, так как племя Мурси, девушки из племени Мурси, очень редко улыбаются. Они, во-первых, стесняются своей улыбки, так как они носят в нижней губе тарелочку Дебби, а также выбивают нижние зубы, и у них очень высокое слюноделение. Обычно, когда они улыбаются, они не стараются рот прикрыть. Здесь настолько нам удалось установить высокую степень доверия, что вот моя героиня полностью расслабилась и показала себя, какая она есть. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин